Всех приветствую на своем канале! Всех с наступающим или уже у кого-нибудь там, как в Японии, допустим, сейчас, потому что у меня на часах уже 24 минуты 7 вечера, наступившим новым 2018 годом. В общем, как бы, наверное, был запрос еще такой на подведение итогов, я, честно сказать, я не знаю, может у меня были какие-то неприятности в этом, наверное, как у всех были. Или не у всех. Но, наверное, все же были. Но я не помню, честно сказать, про эти неприятности, я помню только положительные моменты, и я просто постараюсь что-нибудь такое перечислить, то, что я считаю важным именно для меня. Я, благодаря, конечно, нашему Японисту, релизнула Сунзуны с 3 по 16 главу. Начала такие уже официально, можно сказать, мангу Тарт Магика, волшебница Тарт Легенда Жанни Дарк, первую главу. Как раз попало, когда сайт, где основное все это такое размещалось. И как я давно, еще года 3 назад думала, когда еще даже не вступила в Рейндропс, я думала, что чтобы стать переводчиком, нужно исключительно зарегистрироваться на Рейдми. И, в общем, когда на Рейдми была такая маленькая шумиха, что закрывались все проекты, многие проекты закрывали, включая проекты нашей команды и мой один из приведенных мной проектов, как раз именно созданный, и такая шумиха между командами, как же тебе решать, кто что переводит. Но потом все восстановилось, конечно же, благополучно. То я как-то медленно и печально, переводя Келлиния и немножко Тарт, я решила, что надо бы как-то уже заявить, что это я ее перевожу, конечно. Как бы хочу ее переводить и буду переводить. Там 5 томов. Историческая манга такая, ну понятно, что Жанни Дарк, да, стилизация такая. Ну и, в принципе, кто еще, где еще найдется такое извращение, что по собственному желанию захочет переводить историческую мангу. У меня еще тогда наш японец Толу не то чтобы уговаривал, сговаривал, но я так поняла, что он считал, что я не справлюсь с этой задачей, но у меня, в принципе, получилось. Мне, конечно, частично помогал еще один мой приятель, Дима, но я потом нашла решение, что на маленьких с фиговым расширением сканах можно их вполне себе переводить с них, если их закинуть, допустим, на планшет на 7 этих миллиметров или чего там, дюймов, диагональ. Короче говоря, вот на планшете все видно. Все буквы, те, которые на компьютере увеличиваю, они расплываются, или даже на моем маленьком нетбуке тоже, если увеличивать, то они тоже расплываются. Я искала, в очередной год я искала какую-нибудь устойчивую, хорошую, маложрущую память, систему для своего нетбука Asus IPC 1001, как-то так, я уж не помню. Ну, в общем, у меня на 10 дюймов у него диагональка, этого мониторчика, и раньше там была когда-то давно, да, по-моему, семерка, стартер, ну, короче говоря, вот что-то такое маложрущее, при этом удобное для пользования. Сейчас у меня, по-моему, там стоит у бунта какая-то, я как поставила, по-моему, так и не включала. Возможно, даже на этой у бунте я буду монтировать этот маленький видос, потому что сейчас на компе монтируется видос пустых декабрьских баночек, огромный, огромный, вообще, жутко огромный, большой, кто осилит тот герой. Ну, как, наверное, все-таки надо отметить, что я познакомилась с кучей, ну, может быть, не с кучей, ну, с очень многими людьми, благодаря Ютубу, с очень интересными, с некоторыми я общаюсь в личке, иногда часто, иногда периодически, ну, зная меня, я могу пропадать, не только с реальными людьми, ну, и, соответственно, с подписчиками вообще, ну, я не буду все-таки перечислять по именам, потому что, возможно, могу кого-нибудь забыть, или наоборот, это перепутать, допустим, не клеимя, или наоборот, может, человек вообще не хочет, чтобы его осветили. Поэтому просто спасибо вам большое и за поддержку в этом году, и за ваши посылки, письма, сообщения ВКонтакте, мне до сих пор иногда пишут люди, вот просто благодарность какой-нибудь, или восторги, очень все это приятно получать и читать, и, в общем, спасибо вам огромное. Ну, и продолжу опять к манге, да, потом я релизнула уже, вот, начала, мне еще что-то так обидно было, значит, Хамура Тамура, которую я год с лишним назад купила на вот этот телефон в Google Play в книгах за денежки. Два томика за монетки, я что-то не помню, по 200 с чем-то каждый том был вроде. И потом вдруг его выкладывают, этот том я еще не знала, как оттуда извлечь эти сканы, чтобы нормально их потом, ну, они были картинками, все искала, всякие вариации, потому что там какой-то очень загадочный формат для меня. Потом забила на это дело. Потом, ну, в общем, я считаю, что мой тайп все-таки намного лучше, чем когда я только попала в рейндропс, и там мои переводы висели, а главы мы еще никак не выпускали по разным причинам, спячая красавица. И я пыталась что-то вот чисто понять как-то, почему это так сложно, почему не, ну, дело там две или три странички, и тут ужас, ужасный. Тарт я тоже год назад затайпила, там тестово мне скритиковали в пух и впрах, мой сэмпай. И, в принципе, я ему очень благодарна за этот год, сначала, с конца прошлого года. И вот мы уже даже год как такой маленькой командой еще работаем, чисто вот над мангами по Амадоке, ну, и еще там мой маленький вклад в редакт его перевода в Мибуки. Это по аниме Юки Юна, если не смотрели, гляньте, второй сезон уже вышел. Ну, и хотя такое вообще странненькое аниме, оно там заканчивается, а последняя серия в результате будет где-то после уже Нового года, где-то в январе. Что еще сказать? Ну, в общем, я когда выпустила эту первую главу Хамуры, то я заливаю еще на Батато. Там, конечно, можно как-то зарегиться командой, в нашей Рейн Дрёпс тоже вообще там есть страничка именно как команды, но мне что-то как-то лениво и геморно, и я в результате чисто забиваю, я заливаю их просто как заливаю, типа анонимусом таким, и главы Хадзи и свои. Эти релизы, если, да, и заливаю, значит, туда Хамуры, смотрю, там испанцы перевели первую главу и вторую, а было чисто на английском. И на английском встречаются ошибки, если вам интересно, гляньте огромную длинную видос про то, как я там одну страницу тайплю, значит, идите, или как-то в этом роде тайплю. Не знаю, в общем, как правильно сказать. И, ну, я что-то так обидно стала, думаю, испанцы запустили вторую главу, я только первую тут написала, задделала, срелизнула, и вчера, когда заливала Хамуру, месь Хамуры, про нее тоже скажу интересно, смотрю на Батато уже, по-моему, 5 глав. Папу, Хамуры и Тамура, у меня только две еще готовы. Ну, в общем, как-то так. В общем, можно сказать, что я считаю, что у меня достижение такое за этот год, это вот релиз манги брошенной, она мне очень понравилась. На самом деле, я ее читала, мне чисто вот зацепило, что там девочка всех убивает. В ненависти такой, убивает, убивает, убивает. Потом я уже постала, когда переводить, поняла более внимательно к этому относиться, как-то там слишком такая трагедия, я думаю, потом все-таки эту мангу перечитать, может, даже первые две главы переделать. Потому что, допустим, на Манго Хабе они только мои висят с 3 по 16, и там никак не сделала, чтобы можно было залить чужие главы, не будучи, ну, типа анонимусом залить какие-нибудь главы, да, вот тех манг, которые, как бы, кто-то начал и бросил. Но про месь хамуры другая история. Я три раза проходила тестовый тайц. Сначала меня разгоняли в пух и в прах, потом разгоняли снова и говорили, как бы это, ну, вот ты будешь делать, а мне будет это все не нравится, и, наверное, ну, как бы гиблый номер. И тут я на днях решила затайпить. Кот за ним меня прыгает на стул, но что-то не допрыгнула. И тестовую страничку скинула, там чуть-чуть где-то подправила звук с одной картинки, ну, так, допустим, слева направо передвинула. Да, я еще, я уже в гимпе тайплю. Теперь еще и клиню там же, обычно в пиранчах пиньте, а в гимпе другое. Как бы у меня линукс, и я уже потом тайпила на сканах, на страницах, которые вообще открывались в фотошопе, изначально на Mac, на Macintosh. Ну, короче говоря, внезапно я скидываю страничку, уверенная полностью в своем провале, что мне скажут, что все фигня. Ну, и думаю, забросить это дело, и меня вдруг одобряют. Мне позволите сделать тайп манги четвертой главы Месть Хамора, как раз вчера он заливала на Рид. Ну, и, что, как бы, ну, конечно, я не знаю, если мне человек совсем отдаст. Вообще, я бы согласилась чисто на тайп или эдит, он пусть перевод переводит. Что еще-то, наверное, что-то упустило очень важное. Да, наконец-то съездила в Нижний, в Великий Новгород, правда, не совсем удачно. Надеюсь, как-нибудь еще куда-нибудь съезжу. Туда, точнее, съезжу. Что еще вы-то отчет за то, что произошло в этом году. Ну, может быть, еще вот сейчас кот дернул диван вместе с ковром, на котором тел статив, вместе с котиком, и, возможно, все это дернулось. Я думаю, что научилась больше думать о себе. Ну, и, наверное, плюс в том, вот вспомнила сейчас, наверное, плюс в том, что я немножко отчекнула от себя людей, которые как бы друзья, но на самом деле в кавычках. В общем, ну, наверное, надо заканчивать этот болтологический вид. Вообще хотела на 2 минуты растянуть. Растянула на 10. Всех с наступающим или наступившим Новым годом, 2018. И желаю всем, если у вас такого еще не случилось, то очень желаю найти для себя хобби, которое будет приносить вам радость и людям окружающим пользу. Для себя такое хобби уже нашла. Всем спасибо за просмотр, всем, в общем, всего такого хорошего и того подобного. Спасибо, что меня смотрите. И до новых встреч. Пока.